Здравствуйте, это видеообращение, меня зовут Стас Милион Эдомбровский. Почему я записываю это видеообращение? Потому что мы собрались на домашнюю группу своей, а по очень многим причинам, из-за моего напора, из-за того, что я от других требую столько же... Хотя я считаю, что требую только процентов 10 того, что требую от себя, но, опять же, это не дает мне права вообще что-либо от кого-то требовать. КПД – коэффициент полезного действия. Это некие люди, которые хотят развиваться. Развиваться внутренне, развиваться в своем творчестве, со временем научиться это творчество реализовывать, и не только получать от этого удовольствие, но еще и деньги. Я бы хотел, чтобы это был благотворительный фонд, чтобы мы могли помогать тем людям, которые в силу обстоятельств еще на пути к нам и не могут, и сами не понимают, чего они хотят, и нужно ли им это вообще. Начал давить на людей, наверное, из-за этого я, в принципе, где-то кто-то и на данном этапе не готов. Я написал пост, что я бы хотел, чтобы те люди, которые на 100% могут отдать себя самого себе же. А получилось так, что это придется, как исходило от меня, отдавать, то есть я требовал себе, все-таки себе. Это моя идея, значит требовал себе. В общем, я делаю ошибки, буду делать их впоследствии. В данном этапе у нас, в принципе, постоянных членов, которые действительно готовы отдавать себя на 100%. Это вот Андрюша Рафаэль, Виталик Гринчук, Денис Бушлатов, Моня Рикун, на данном этапе, я уверен, где-то в нем процентов на 75%. Влада Ильинская, я почему-то, вне зависимости от того, как там будет проходить все, я не уверен. Максименко, Кирилл, Ясан, процентов на 50% Игорь Ефремов, не знаю точно. Я думаю, что весь Эльверба с нами, как только мы в конкретном случае определимся. Да вообще много людей, которые поддерживают проект, в то же самое время ждут каких-то реальных действий. Что мы сделали? Пару мероприятий. Мы сделали буквы прозы жизни, сделали некие встречи с людьми, которые уже состоялись, как авторы. В проекте есть такие встречи. Устраивает ли это меня? Ну, устраивает, но хотелось бы больше. Хотелось бы, чтобы каждый из нас мог собрать зал. Причем, вне зависимости от того, что он делает. Пишет стихи, читает прозу или же, я не знаю, играет на скрипке. То есть, добро пожаловать. Я прошу внимательно услышать меня. Я жду всех тех людей, которые желают и считают, что им есть зачем работать над собой. Что им есть, что показать другим. Что им, возможно, есть чему научить меня. В первую очередь, я бы хотел все-таки учиться. Не всегда принимаю, конечно, обратную связь. На примере конфликта с Ловцом Жемчуков, с Наташей Калашниковой, в моем конфликте, не ее, а именно в моем внутреннем эгоистичном конфликте, я понял одну простую вещь, что пока я вот так вот не сделаю, то вместо меня будет шляпа это разговаривать. Субтитры сделал DimaTorzok